Экс-генеральный директор и учредитель печально известной компании АЗР Моторс Владимир Калинченко еще два месяца будет находиться под домашним арестом и изучать тома уголовного дела, который насчитывает 108 эпизодов. Присутствовавшие в зале суда потерпевшие и их представители требовали от суда поместить Калинченко в следственный изолятор. Они опасаются, что он попытается оказать давление на потерпевших. Он выглядит сейчас здоров, полон сил. В возмещениях потерпевшим, которому говорят его уже пятый адвокат, никаких возмещений от него не будет, как и не было. Он себя в принципе виновным не признает и не раскаивается в содеянном. По словам представителя инициативной группы, Калинченко пока выплатил лишь мелкие суммы, а более крупные долги так и остаются непогашенными. Адвокат Владимира Калинченко Сергей Арзиани наоборот утверждает, что его подзащитный изыскивает средства для возмещения ущерба. Мой доверитель имеет намерение и предпринимает меры для возмещения ущерба. У нас осталось 39 физических лиц, кому ущерб не возмещен. Либо полностью, либо частично. По словам Сергея Арзиани, сумма непогашенного ущерба составляет почти 15 миллионов рублей. Долги возникли из-за того, что руководство АЗР Моторс по нескольку раз перезакладывало автомобили, даже те, которые были уже выкуплены клиентами. В феврале 2015-го Калинченко был арестован и помещен под домашний арест. Строгие правила запрещают Калинченко общаться с прессой, но в суде он заявил, что сожалеет осадейным. Я буду изыскивать все возможности, чтобы полностью рассчитаться со всеми клиентами. В том числе это будет возможно и в процессе банкротства данной компании. Поэтому еще раз я прошу извинения у всех присутствующих за то, что случилось. К рассмотрению дела экс-директора АЗР Моторс суд приступит весной, когда Калинченко и его адвокат изучат все тома уголовного дела. Его обвиняют по 160-й и 159-й статьям Уголовного кодекса. Калинченко может получить свыше трех лет лишения свободы, а дело о банкротстве АЗР Моторс пока самое громкое в истории автобизнеса региона. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События.